Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня у меня Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 175 тысяч километров. Заклинил компрессор кондиционера. Хозяйка ехала-ехала и пока автомобиль не остановился, даже не заметила, что загорелись лампочки. Или может быть просто совпало в тот момент, когда она встала и лампа увидела, что горит. Ну не могу точно сказать, но результат такой. Заклинил компрессор, сгорел ремень. Похоже аккумулятор разрядился, потому что потом завести ее уже не смогли. Сейчас покажу, что там под капотом. Также еще автомобиль видать обиделся на что-то. опустили переднее стекло, и больше оно не стало подниматься. Поднять я его поднял, нажал на кнопку, снизу постучал, пропадает контакт. Видать, подгорела кнопка, надо менять ее. Но все так совпало, что и компрессор, и кнопка. Вот, если сюда посмотреть, здесь все в такой резиновой пыли. Сейчас ей падает. В крошку все превратило в крошку. И сам, он сейчас увидел, сам ремень, остатки внизу валяется. Его просто в уголек превратило и порвало. Попробовал генератор крутится, попробовал натяжитель крутится, попробовал компрессор. Вообще, просто колом стоит. Буду надеяться, что вклинил не сам компрессор, а вклинила вот эта муфта, подшипник. И его не крутануло. Сейчас подниму автомобиль, сниму защиту. И сниму планка там идет, усилитель, чтобы подобраться к компрессору. Поднимаю. Поднял, снял защиту. Похоже, что все-таки компрессор придется менять. Я его думал на месте снять. А у него муфта, электромуфта, она находится внутри. У него здесь нету, как на большинстве автомобилей. Откручиваю вот эту планку. Для этого по бокам, не снимая локера, подлажу. И откручиваю болты. Похоже, давно не откручивалась такая вещь. И так же со второй стороны. Хотя, зачем нам вторая сторона? Мы ее только ослабим. Все в сторону убрал. Так и будет. А потом прикручу. Автомобиль нетранспортабельный. Придется фреон спускать. И снимать компрессор. Своего аппарата пока нет. Откачать фреон. Здесь, в принципе, вообще ничего сложного нет. Открутим. Три болта. Крепление его. Кронштейну. А так же снимем один разъем. И сверху трубки открутим. Снимаю разъем. Спереди поддеваю защелку. И сдвигаю фишку. Здесь подвожу головкой на 13. Откручиваю болт задний. И откручиваю спереди болты. Сначала верхний. А потом нижний. Опущу компрессор вниз. И я думаю, что мне даже не надо будет сверху трубки откручивать. Я опущу и здесь уже снизу откручу. Такие длинные болты. Третий болт откручиваю. Он не шевелится. Еще, наверное, есть что-то. А, нет, все. На направляющих просто сидит. О, так он рассыпался. Там в нем все звенит. Вот это попадос. Потому что он может всю грязь кинуть дальше по системе. Так, откручиваю трубки здесь торкс. Так, здесь получается Т-45. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не желтая, как должно быть, а металлическая Со стружкой Следовательно, всю эту стружку закинула в систему Надо будет угонять, чтобы промывали систему Позвонил в мастерскую ребятам Говорю, компрессор заклинил, там в нем что-то гремит Ответ был быстрый В мусор Потому что, говорит, он практически ремонту не подлежит Если что-то разломало, раскрошило, набило Дешевле купить или бушный, или новый дубликат Смотрю, что сейчас делаем Либо дубликат подберем, либо бушку найдем и купим Обзвонили Все разборки Нету, сезон как раз Нету таких вещей на разборках Новый оригинальный Denso Выходит 21000 Оригинал Именно Он выходит, по-моему, 55000 Компрессор Помимо компрессора, еще надо брать осушитель Потому что здесь труху погнала С него новый компрессор поставим Он просто кончится Решили сейчас пока попробовать В мастерскую свозил ребятам Они посмотрели, сказали, да? Ну, его сразу в мусор С него толку не будет Сделать его как ленивца Поставить ремень Не подключая патрубков И искать запчасти А уже потом ехать Промывать систему Менять осушитель И менять компрессор Заправлять систему Только так А так Поставишь новый компрессор Он умрет сразу Поэтому Никогда не разбирал Компрессора Разберу, посмотрю Получится, не получится Его запустить В качестве ленивца Головка на 10 Резьба обычная Левая Ну, обычная резьба Не левая, правая Шестигранник Я торг сам откручу Я торг сам откручу У посуд day Шестигранник Сам kaplу Ж sleep ator Дrs stresses uyor Смотрите Резьба 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 О gym Сbrar Резьба Продолжение следует... 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 Теперь надо проехаться. Все лампы горят. А также загорелись лампы и все потухло. Ладно, сейчас прокачусь, посмотрю. Пойду посмотрю, как там кульки. Погасла лампочка круиз-контроля и при этом закрылся люк одновременно. Как это может быть взаимосвязано, не понимаю. Сейчас хочу выехать за двора. Поснимаю, как она именно будет себя вести по лампочкам. Погасла лампочка. Пока ничего не потухло. И СП, и руль горит. Все. Остается только ремень и остается какая-то лампочка на подсветке. Просто надо было проехаться. Ну, какое-то время покатается, пока ищет запчасти без кондиционера. Сейчас время у нас полдвенадцатого утра. 32 градуса показывает градусник. Днем 36 будет. Без кондиционера, конечно, тоскливо. Ну, а что делать? Вот такой выход из положения пока временный. На этом все. Всего вам доброго.